всем привет хочу с вами поделиться своим видением ситуации на украине почему это происходит с украинцами потому что я украинка я большую часть своей жизни прожила на украине и я хочу рассказать что я видела что я наблюдала и почему по моему субъективному мнению то есть я пытаюсь в этом разобраться потому почему это происходит с украинцами и то есть я уже вижу вот эту картину почему это происходит и окей начнем вот этой с материальной как бы физической сферы есть много версий почему вот россия напала на украину этих версий много я внизу под видео оставлю ссылку на одну из версий которая очень интересная правдоподобная но также есть другие версии которые тоже я так считаю имеют место быть я считаю что одно другому не мешает и этих причин есть много и они все одно другому не мешают нужно смотреть на духовно-энергетическую причину потому что то есть я так как бы предполагаю что люди которые меня смотрят они как бы более осознанны они понимают что существует закон зеркального отражения реальности который этот то есть что мы вибрируем чем какие у нас психоэмоциональное состояние то мы и получаем и сейчас принесем это все на целую страну и посмотрим что происходит также есть такая наука психосоматика которая вот доказывает рассказывает рассказывает и показывает что все болезни на самом деле происходят от какого-то психоэмоционального нехорошего состояния и на самом деле украина больна она давно больна и люди вибрируют нехорошими чувствами уже давно вот что я вижу уже там с какого года вот когда пришел там ющенко кажется еще тогда начались эти анти русские все движения все начали там эту историю переписывать все вот это вот что раскручивалась вот эта вся воронка что русские наши главные враги россия все время угнетает украину и вот это все и потом потом вот уже вот что за последнее время очень ярко врезалась память на утренниках детском саду вот эти там папы которые воевали там на донбассе и вот они выходят с речью вот российские оккупанты бла-бла-бла на линейках школе на первом сентября каждый раз вот речь там директора кого-либо там мэра города этого поселка начиналась там с российских оккупантов и с российской агрессии на бедную несчастную украину то есть это про донбасс была речь окей на донбассе там черт голову сломит кто там прав кто виноват как как обычно дележка власти имущества ресурсов денег то есть сильные мира всего там воюют за свои интересы какое детям до этого дела нахрена это все детям рассказывать понимаете и то есть детям это все уже давно вот это все детям рассказывали эти дети теперь с оружием воюют вот там вот взяли понимаете а по телевизору я вообще молчу потому что телевизор уже давно много лет не слушаю не смотрю новости но мне хватало там не каких-то случайных разов там зайти в гости там к брату среднему увидеть что по телевизору говорят да там на каждом канале через каждое слово путин бла-бла-бла россия бла-бла-бла плыве т т т т да это ж капец вы понимаете людям уже на протяжении скольких лет внушают что их не главный враг это россия и непосредственно путин это все тоже от соседей слышала какой соседом не выползет на улицу и вот это все вот это а путин то а путин все так говорю да ёб вашу мать да вы сидите как бы вообще где путин а где вы блин какой-то вообще неизвестный человек типа виноват в том что ты там плохо живешь то есть целому народу внушили что ты там нищий голый боссы сидишь там на нищенские там эти все зарплаты пенсии но виноват в этом бляха путин вы понимаете и вообще и россии путин и как бы вы понимаете какой абсурд то есть есть государство украинское там политики украинские и то есть значит и украинские там деятель государственный чиновник ты не умеешь договариваться ты не умеешь вести политику ты не умеешь как-то что-то делать и людям сказали фас виновен пухтин короче то есть вы то есть люди вместо того чтобы прийти в киев предъявить претензии украинским чиновникам людям внушили что виноват блин там российский президент чужого государства вы понимаете и это просто настолько дико выглядит выглядело для меня тогда когда вот с кем не общалась и даже вот мои какие-то знакомые которые типа духовно развиваются что-то там вот ищут бога говорят о любви и как только раша путин и вот это вот ненависть агрессия блин она везде вы понимаете это для меня настолько диким было как-то странным то есть человече добрый ты живешь как бы себе вот тут вот где там это там и вообще что там происходит на донбассе это вообще другое дело ты вот сейчас живешь здесь на донбассе живешь виниткой области ты живешь как бы тебя это пока не касается вообще и даже вот я когда ездила в москву на работу это тоже для меня таким абсурдом было вот еду я в поезде с украинцами и украинцы вот прорусских про россию говорили все время в каком-то презрительном таком ключе вы понимаете а эти кацапы а этот бла-бла-бла и для меня учета в голове сейчас крыша ехал может и едешь в россию ты работаешь в россии ты кормишь свою семью за эти деньги которые ты зарабатываешь в россии и ты срешь русских блин ну это же капец это на голову мне не налазило вообще я думала или я больнаю что-то не понимаю или что понимаете когда вот любой какой-то везде вот вот где только вот это и на рынке как где-то и в магазине его там какие-то водители где что вот а россия путин вот виноват в том что ты вот не можешь себе трусы носки купить и у тебя и все нищие блин ты путин лично блять виноват вы понимаете это как людям вот прозомбировали мозги промыли как из людей вообще дебилов сделали целую страну вот сделали такими вот извините за мои эти слова потому что мне наболело вы понимаете также мне еще очень наболело что вот украинские все эти власть имущие обкрадывают народ натуральным образом вот вот эта электроэнергия бешено дорожала вот кто-то устанавливает эти тарифы понимаете вот такое ощущение вот сидите по чувак где-то там в киеве вот блин хочу еще одну там виллу себе там или еще какой-то завод купить или еще что-то это окей давай поднимем еще тарифы поднимем еще тарифы эти урежем все эти там пособия как-то там вот тоже там матерям платили раньше там кто рожает больше платили потом урезали потом еще что-то капец про медицину тоже я вообще молчу чтобы устроиться на работу коррупция такая что просто капец блин господи это это просто все рассказать это сейчас невозможно все выразить вот эту всю несправедливость насколько люди жили в этой несправедливости в этой какой-то скотской в скотском отношении позволяли это скотское отношение к себе и вы понимаете вместо того чтобы прийти в киев каким которые вот власть имущие дает народ вы понимаете не его дает и говорят а враг там а тебе путин вот насрал прямо пришел под порог тебе блять насрал и он виноват что ты нищий голый и боссы это я все к чему там я не за кого-то не за чего-то я про вот эту всю абсурдность что и топ-то весь украинский народ считал уже много лет что вот россия враг путин враг и по зеркальному отражению реальности вот вы это и получили понимаете и и вот такая вот эта ненависть пошла вот это вся вот это все пошло и то есть еще у людей раньше вот этого негодования всего от нищенской жизни всей много и путин это инструмент понимаете россия это всего лишь инструмент для того чтобы подтвердить вам украинцев ваши ожидания вашей вашей реальности вы этого ожидаете вы считаете вот что путин такой хреновый враги вот россия такие такие все кацапы плохие вообще когда из москвы приезжала вот я работала в москве приезжала назад на украину мне соседи говорят шо там кацапы тогда на обижают шо там ци кацапы господи да говорю да они добрые люди они хорошие люди вообще то есть я не могла даже этого разделения понять как вообще можно презирать вот русских людей говорить кацапы вот это презрительно это вот абсурдно понимаете все еще также вот посмотрите сейчас ютубе с какой наплыв видеороликов этих людей которые возмущаются на беженцев из украины как они себя ведут по-хамски как там это все вот требуют что-то обворовывают тех кто им предоставляет кровь еду там помощь все столько у людей возмущения и я должна признаться это есть в украинском народе это есть понимаете и то есть ну как бы вот это все вот это а сколько везде в интернете злоба ненависти агрессии это капец тоже то есть это все в людях сидела внутри понимаете внутри сидела и она все вот вышло наружу и и вот эта вся ситуация это вся война как бы должна была произойти чтобы выпустить этот гной как бы это это гной который сидел внутри в людях и вот это все вот поперла поперла фонтаном вот посмотрите как как ненавидят русских всех русских как радуется чтобы русские сдохли какие угрозы в адресу подожди есть вот типа как государства как ну что тебе простые люди сделали они вообще ни при чем это вообще как бы них решение чему ходит виду понимаете это все больно признать но украинский народ понимаете отгребает то что он как бы накопил в себе он себе это накопил и это то есть в общем в общем но также частная каждого ситуация отличается понимаете даже в том же там вот харькове в котором там бомбят вот есть люди которые пишут но ничего у нас там все нормально свет вода еда есть как бы ну да там взрывы ну ничего то есть человек у каждого своя персональная реальность вы поймите это если человек сохраняет внутри мир любовь какое-то здравомыслие он не притянет себе на голову бомбу или какую-то хрень понимаете если у человека внутри вот сидела вот это вот все дерьмо то ему и прилетит понимаете прилетит потому что потому что все вибрационное соответствие реальности нельзя сказать что вот меня пиздят и я весь такой святой божий одуванчик не виноват вот тебя пиздят потому что ты наверное что-то сделал внутри у тебя есть это чувство чувство понимаете которое притянуло притянуло вот то что тебя вот пиздят агрессия ненависть там что-то еще или ты чувствуешь себя жертвой вот есть такое вот тоже что я вот такой жертва 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 а потом пошел вот в европу там молдавию там вот украинцы заставляют этих молдаван говорите на украинском там или еще что-то вот это наглость какая-то вот это вот есть оно и понимаете мне сейчас скажут что вот я там типа обсираю украинский народ я не обсираю я люблю украину и я люблю украину как как просто как как свою землю где я прожила много лет как какую-то вот ну природу я не знаю люди хорошие тоже но люди хорошие но но в них много говна вы понимаете вот такой парадокс вот хорошие люди с одной стороны добрые но но внутри как как вылезет потом еханый бабай и я не могу спокойно об этом говорить потому что вот вот мне это годами вот наболела и вот сейчас какая-то ли ситуация такая что вот не хочется это все сказать в общем я что хочу сказать что сейчас происходит тоже вот аналогия с психосоматикой когда активная фаза болезни активная фаза болезни это называется уже выздоровление вот сейчас происходит выздоровление очищение я так думаю что сейчас происходит очищение украины от всего говна которая не накопилась от этой все этих всех и вот этих элит которые народ обкрадывали несправедливость вот эта вся когда в украине вот и надо все поменять вот экономическую систему здравоохранение образование смотрите что здравоохранение вот недавний случай вот у меня отчим сейчас на украине очень заболел сильно заболел но по своим религиозным завихрением вот отказался менять фотографию паспорте то есть он боялся там антихриста чипизации в общем всего и он у него нет никаких документов его отказали из больницы принимать отказались ему делать обследование отказались в общем все то есть там как-то средний брат нашел там какого-то вышел на главврача договорился где-то то все порешал но человека не принимают просто больницу даже на не на обследование на капельницы ни на что потому что у него нет бумажки блять сдохни и и все понимаете и но это ли не абсурс потому что вот я смотрю как во франции здесь беженцам делают операции от рака делают все медицинские там что кому надо вот я недавно получила медицинскую эту как называется страховку да и я просто что-то бим от фонаря ляпнула вот я хочу массы я бы хотела массаж у меня болит спина они мне дали направление к доктору доктор мне приписал массаж я сейчас получаю там сколько-то 10 или 15 сеансов массажа бесплатно беженцам делают бесплатно зубы вставляют зубы делают плом все то есть все бесплатно но это только то что я знаю и то есть говорю одному знакомому здесь вот беженец из украины мы сделали от рака операцию бесплатно на украине же без бумажки не принимают в больницу господи про про школу тоже образование понимаете вот это образование как она задолбала вот эта школа на украине когда без конца поборы давай деньги давай на парты давай на тетради давай на ремонт и давай на все еще сама приходи дело ремонт и эти домашние задания бесконечные когда слишком на и ребенка очень сильное давление вот это когда вот надо 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 сделай 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 это слишком много, это слишком, вы понимаете, и если ребенок не управляется, давят на маму, на меня, например, давили постоянно, там, шо там, а шо там, а як там, то все, не изрубила, не встегая, я давлю на ребенка, то есть стресс мне, стресс ребенку, мой сын тоже, у меня с сыном тоже в школе проблема, он там не мог не с кем дружить, он не хотел учиться, потому что он этого давления всего не мог выдержать, этого давления, этого обучения, вот надо, 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 вы поймите, блин, что уже какой, 21 века, вы учите детей, как еще 50 лет назад, вы понимаете, это дебилизм, учить детей, так как учили 50 лет назад, а сейчас уже, извините, век интернета, когда ему не надо в голове иметь этой кучу информации, учить эти дебильные стихи, которые ему нахрен не нужны, понимаете, когда сидишь вечером, это ребенка долбишь, давай, надо стих, иначе учительница будет долбить меня, и все вот это прочее, просто накипела, люди, просто надо вот все менять, потому что, как во Франции, мои дети тут счастливы, они счастливы ходить в школу, им в школе нравится, в Украине как, если мне учительница говорит, так, Светлана, там, приди ту школу, я прихожу в школу, и меня за все, там, за успеваемость, за, там, сдать деньги, за поведение ребенка, за все, то есть я иду в школу, как на каторгу, учительница себе позволяет, там, на меня кричать, потому что она, там, старше по возрасту, или не знаю, по какой причине, она себе позволяет, там, на меня как-то, вот, тоже прикрикнуть, сказать, то, 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 все, там, бла-бла-бла. Я так уже в этой Украине молилась, говорю, господи, пошли мне какой-то выход из этой ситуации со школой, а еще в украинской школе моему сыну, то есть посоветовали повести сына к психиатру, или, как это, что у него чуть-чуть того, потому что он вот не хочет учиться, у него дикое отторжение от школы было, он не хотел учиться, потому что это, ну, это нахрен ему не надо, это дебилизм. В французской школе им нравится, они кайфуют, с ними там играют, их не напрягают, там обучение построено совершенно по-другому, там учителя совершенно по-другому, то есть я не могу сейчас это в подробностях рассказывать, потому что это будет долго, но вчера мне учительница написала, учительница детей написала, придите в школу, я хочу с вами поговорить о разных вещах, я вся сжалась, думаю, ну, сейчас пойду отгребать. Я пришла, мне учительница говорит, вижу, она беременна, говорит, я просто ухожу в декрет, и хотела вам показать успехи ваших детей, она мне показывает их не все вот эти тетради, что они делали, и я вижу, что мой сын, которого на Украине считали почти что дебилом, он пишет ровно, правильно, на французском языке, и это за 5 месяцев, за сколько, да, 5 месяцев, он попадает в линию, он пишет ровно, это почерк какой-то идеальный, и там по математике вообще молчу, ну, математику как бы сказали, что, я говорю, как они хотя бы тут с вами общаются, нормально, они уже разговаривают, потому что, я у них что, спрашиваю про школу, а дети говорят, да, типа, я там, мама отстань, мама отстань, и, то есть, вот так вот здесь, детей возят на бассейн в французской школе, их возят раз в неделю на бассейн с детьми, ну, вообще тут система образования другая, детям нравится, вы понимаете, в Украине, блин, детей, это просто психическая травма для ребенка и для родителя, постоянно, родители на Украине, то есть, надо им выживать, надо работать, и еще вечером делать уроки эти, бесконечные уроки с детьми, вы понимаете, кому это надо, вообще, нафига это надо, сейчас вообще другой мир, другой это все, никому нафиг не надо, это, типа, вот это море знаний, впихнуть в короткий период времени, впихнуть все и сразу невпихуемое, понимаете, в общем, уже наговорила кучу всего, я уже утеряла опять нить повествования, как говорится, к чему я вела, ввиду, к тому, что я искренне считаю, что на Украине сейчас происходит процесс очищения, обновления, это все к лучшему, и у каждого своя собственная реальность, вот, люди, найдите в себе силы, вот, никого не обвинять, никого не оскорблять, посмотрите внутрь себя, а что я в себе, вот, ношу, понимаете, вот, мне больно за Украину, мне больно за Россию, мне больно, ну, но я стараюсь все равно остаться со стороны, как бы, посмотреть на это все со стороны, вот, почему, разобраться, почему это происходит, и вот я вижу, что, ну, это все не просто так, вот, я вижу такие причины в том, что происходит, потому что я люблю Украину, я люблю Россию, я люблю, я люблю весь мир, понимаете, ну, как объяснить, что, люди, найдите в себе силы, не, не изливайте себя вот это зло, агрессию, искать виноватых, в общем, всем пока, я думаю, вы меня поняли, себе, как будто бы интересно посмотреть на кровь, который у меняolutely не любит, сегодня, 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 Episode 56,